Фотография Фотография Но, как показывает практика, иметь цифровой фотоаппарат сегодня недостаточно. Конечно, нужно учиться этому искусству. Возможно, стоит пройти фотокурсы или сходить на мастер-классы к известным фотографам. Задача фотографа не в том, чтобы вовремя нажать на нужную кнопочку. Необходимо иметь как минимум художественный вкус, чтобы увидеть красивый кадр, подобрать удачный ракурс, правильно выставить баланс. Необходимо понимать, что такое экспозиция, фокусировка, как правильно выставить диафрагму и выдержку, как использовать студийный, импульсный и постоянный источник света, а не просто снимать в режиме авто везде и всюду. Ну и, конечно же, не надо забывать о постобработке снимков с помощью фотошопа, так, чтобы фотография не выглядела в итоге как открытка. Слишком искусственная и плоская, как нарисованная картинка. Еще лучше, если в фотосессии участвуют профессиональные модели. Не просто девочки, окончившие какие-то модельные курсы, а именно подготовленные модели, имеющие опыт работы с фэшн-фотографами, работающими для журналов, каталогов и рекламных проектов. Еще одна составляющая успешной фотосъемки – это создание модного образа. В этом случае не стоит рассчитывать на свои знания и набор бытовой повседневной косметики. Лучше, если вам прическу и мейкап сделают профессионалы, обсудив предварительно с фотографом концепцию съемки и выбор одежды. Во-первых, ваша косметика может просто не выдержать нескольких часов съемки. Во-вторых, профессиональная косметика и мастерство визажиста помогут лучше скрыть недостатки и сделать необходимую коррекцию, сбросить несколько лет или, наоборот, сделать лицо более взрослым. При этом стоит учитывать модные тренды и важные нюансы макияжа для фотосессии. В 2013-м это сохраняется натуральность губ. Самое главное, что нам нужно – это рельефные красивые скулы. Если верх мы делаем плотный, темный, то низ обязательно нужно сделать светлее, чтобы не было каких-то пятен, чтобы это смотрелось естественно, чтобы это смотрелось скульптурно, чтобы это смотрелось контуром лица, а не просто каким-то пятном. Ну и, конечно, немножко румян нам нужно будет дать и на верхнюю часть лица, и, конечно, на подбородок для того, чтобы оживить лицо, и лицо было более живым и естественным. Прическа тоже играет важную роль в создании модного образа. Даже просто распущенные волосы должны быть подготовлены к съемке, а не просто расчесаны. Лучше, если они будут уложены или выровнены с помощью специальных утюжков, или подкручены с помощью бегудей или плойки. От всех этих составляющих и будет зависеть, будете ли вы похожи на супермодель с обложкой глянцевого журнала, или, наоборот, заработаете себе кучу комплексов, если у вас, несмотря ни на что, не получится сделать себе самостоятельно модный образ. Банальный хвост, который затягивается резиночкой и обматывается прядкой волос. После это все можно зафиксировать. В этом году очень актуальный пучок, но не такой, как в прошлом, тугой балетный пучок, а как можно более растрепанный. Если вы мечтаете о карьере модели или просто хотите сделать на память качественные фотографии, вам наверняка будет интересно узнать, во сколько же обойдется ваша мечта. Так, например, если вы самостоятельно захотите сделать себе портфолио, усредненная с метом такая. Аренда студии в среднем 80-100 гривен в час арендуется обычно на 3-4 часа. Услуги визажистам 200-400 гривен, входят два макияжа. Услуги стилиста по прическам также 200-400 гривен и те же два образа. Услуги фотографам 800-2000 гривен. В итоге вы получаете на руку 15-20 обработанных фотографий. Это если работает одна команда. Если вы отдельно заказываете визажиста, отдельно стилиста, отдельно фотографа, цены будут значительно выше. Итого, в среднем в Запорожье фотосессия вам обойдется от 1,5 до 2,5-3 тысяч гривен. Можно не только сделать качественные фотографии, но и пройти обучение в модельной школе, а заодно и овладеть навыками дефиле, позированию, научиться правильной коррекции лица и профессиональному макияжу, освоить несколько вариантов экспресс-причесок, а также научиться правильно подбирать одежду, цвета и узнать все нюансы модельной работы. Так, например, весь курс обучения в модельной школе имидж-центр стоит 1300 гривен для девушек и 1100 гривен для парней. Курс – один месяц. В процесс обучения также включены фотосъемки с двумя фотографами в студии, в интерьере ночного клуба «Кровбар» и в интерьере торгово-развлекательного центра «Пальмира Плаза». Всего шесть фотоклассов, три из которых с визажистом. Если вы не хотите тратить деньги, можно, конечно, попросить подружку сделать вам макияж, приятеля попросить пофотографировать вас на улице или дома, самой почистить снимки в фотошопе и любоваться на себя в «Контакте» или «Одноклассниках», собирая лайки. И вам это не будет стоить ни копейки. Можно даже принять участие в каком-нибудь интернет-конкурсе, отправив туда свои снимки, давая возможность создателям сайта заработать на вас немалые деньги и ничего не получить взамен. А можно ощутить себя настоящей моделью, обучиться навыкам модельной съемки и узнать много интересного о фэшн-бизнесе и, возможно, кардинально изменить свою жизнь, воспользовавшись уникальным шансом. Выбор за вами!